В четверг Шведская Королевская Академия Наук объявила победителя Нобелевской премии по литературе. Награда достанется белорусской писательнице Светлане Алексеевич. Нобелевская премия по литературе 2015 года присуждается белорусской писательнице Светлане Алексеевич за её многоголосное творчество, памятник страданию и мужеству в наше время. Алексеевич получила наибольшую известность за свои произведения в стиле документальной прозы. Это такие книги, как «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва» и «Цинковые мальчики». Критики отмечают, что её работы, описывающие периоды позднего СССР и постсоветской эпохи, наполнены чувством сострадания и гуманизмом. Каждый день, начиная с понедельника, Шведская Королевская Академия Наук объявляла имена лауреатуре. Нобелевской премии 2015 года в разных областях. Первыми стали известны победители в сфере физиологии и медицины. Это ирландец Уильям Кэмпбелл и японец Сатоси Амура, которые разработали новые методы лечения паразитарных болезней. Но они получат только половину премии. Вторая часть достанется китаянке ЮЮ Ту, которая открыла новые препараты для лечения малярии. В области физики награду разделят японские учёные Такааки Кадзита и канадец Артур Макдональд. Оба исследователя проводили эксперименты, которые доказали осцилляцию нейтрина, то есть то, что эти частицы могут менять состояние. А это свидетельствует о наличии у них массы. Нобелевскую премию по химии вручат шведу Томасу Линдалу, американцу Полу Модричу и турку Азизу Санджару. Исследователи независимо друг от друга описали механизмы, при помощи которых клетки организма исправляют ДНК. Размер премии в этом году составит 8 миллионов шведских крон или 972 тысячи долларов США. Из-за снижения курса шведской валюты в этот раз она впервые будет ниже суммы в 1 миллион.